День Города Встреча, профилактику наркомании и наркопреступлений обсудили полицейские и чиновники. Лауреат президентской премии, директора Рязанского театра «Кукол» наградили за вклад в развитие отечественного театрального искусства. За последние сутки уровень воды реки Аки в черте Рязани повысился на 41 см. Сводку по ситуации с половодьем представили в региональном ГОМЧС. Ведомство заверило, что поводов для паники нет. Половодье проходит в соответствии с прогнозом. За последние 25 лет во время весеннего половодья максимальный подъем воды в Аке зарегистрирован в 1999 году. Тогда уровень воды поднялся до рекордных 643 см выше нулевой отметки гидропоста города Рязани. Сегодня рекорды не бьем, сообщили в ведомстве. Вода поднялась на 129 см выше этой самой нулевой отметки. Для справки. Выход на пойму Аки в районе города происходит только при подъеме воды до 300 см выше нулевой отметки. Опасный же уровень до 650 см. Неблагоприятный на 100 см ниже 540 см. Пока же весеннее половодье развивается в соответствии с прогнозом. На данный момент в регионе подтоплено 7 низководных мостов. Три из них через реку Пара в Сапожковском районе у населенных пунктов Дмитриевка, Красная Яблонька, подворье Скид, Свято-Данилово монастыря. Везде спланирована работа лодочных переправ. Еще два моста через реку Хупту в Ряжске и у деревни Норовка в Александроневском районе. В обоих случаях есть объездной путь, как и через подтопленные мосты на реке Раново в Скопинском и Кораблинском районах. По прогнозам Главного управления МЧС России по Рязанской области, в ближайшие сутки ожидается подтопление до 8 мостов. Три в Кораблинском районе, два в Путятинском муниципальном округе, по одному в Ухоловском, Рыбновском и Спасском районах. Тем не менее, в ведомстве отметили, что жизнеобеспечение населения не нарушено. В тех населенных пунктах, которые могут быть отрезаны водой, вопросы жизнеобеспечения организованы. Спланирована работа пожарно-спасательных формирований, полиции и других служб. Заместитель начальника ОМВД России по Рязанской области Дмитрий Григорьев провел межведомственную встречу по профилактике наркомании и наркопреступности. Совещание прошло с участниками антинаркотической профилактической деятельности региона. Основная тема встречи – профилактика наркомании и наркопреступлений. Главное – поиск совместных путей решения. Плюс – укрепление взаимодействия между ведомствами. В связи с проведением в период с 18 по 29 марта текущего года всероссийской акции «Сообщение торгует смертью» руководством ОМВД России и Рязанской области принято решение провести рабочую встречу с субъектами профилактической деятельности, в компетенцию которой входит профилактическая реализация стратегии, а также соответствующая перечня и планы. Основной задачей сегодняшней встречи является определение проблемных моментов, которые возникают в профилактической работе, разработка совместных путей и преодоление укрепления взаимодействия между субъектами профилактики, а также организация выполнения, запланированного до конца текущего года в мероприятиях данной встречи. Во встрече приняли участие чиновники, врачи и сотрудники правоохранительных органов, начальники структурных и территориальных подразделений органов внутренних дел. В начале мероприятия Дмитрий Григорьев призвал коллег подойти к профилактической работе максимально неформально и творчески. На совещании отметили, что в регионе проходит большое количество профилактических мероприятий, однако необходимо усилить их эффективность. Работа ведется в основных двух направлениях, также у других субъектов системы профилактики, со взрослым населением и, естественно, приоритет для молодежи. Участники встречи обсудили вопросы привлечения к ответственности так называемых графитчиков, которые в интересах нелегальных интернет-магазинов наносят на фасады домов про наркотическую рекламу. Поговорили и о развитии волонтерского движения, расширении охвата тестирования учащихся на предмет употребления наркотиков, работы с родителями, мониторинга и прекращения работы сайтов, рекламирующих запрещенные вещества. У МК МВД России по Рязанской области ведется и будет продолжена совместная деятельность с Роскомнадзором по блокировке доступа к пронаркотическим информационным ресурсам и внесению данных о них в единый реестр сетевых адресов, содержащих информацию о распространении которой в Российской Федерации запрещено. Дмитрий Григорьев поручил начальникам территориальных органов внутренних дел и структурных подразделений МВД контролировать исполнение принятых решений. Дорожное движение Дорожное движение Как правильно переходить дорогу по нерегулируемому и регулируемому пешеходному переходам, обязанности пассажира? Помимо общих тем, ребятам рассказали и о самом важном. Пришла весна, а значит все вспоминают о самокатах и велосипедах. Правила дорожного движения прописаны и для этих средств индивидуальной мобильности. Поскольку очень большой рост пошел в таких средств индивидуальной мобильности, очень много происходит наездов на пешеходов. То есть когда дети или взрослые управляют таким электросамокатом или моноколесом. Вот. Ввиду этого, то есть в любом случае всегда нужно быть внимательным, двигаться со скоростью, с минимальной. Чтобы материал ребята усвоили лучше, росгвардейцы провели для школьников викторину. Все участники получили полезные подарки. Световозвращающие браслеты, которые помогут ребятам стать заметнее на дороге в темное время суток. Самой же запоминающейся частью занятий стала демонстрация автомобиля военной автоинспекции. Здесь школьники смогли даже посидеть за рулем. В машине понравилось нажимать на разные кнопочки, чтобы сработала эта мигалка. Я представила себе, как будто я сама сотрудник Росгвардии. А также сегодня с нами провели викторину, в которой я смогла получить вот этот браслет. И теперь я буду с ним ходить вечером, когда буду идти с своих занятий. По окончанию мероприятия сотрудники Росгвардии пожелали школьникам интересных и, главное, безопасных каникул. По данным статистики, весной у 35% населения планеты происходит обострение хронических болезней, в частности депрессия. Миллионы людей сталкиваются с ухудшением психологического состояния и физического самочувствия. Как распознать в упадке сил серьезную болезнь, расскажем далее. Снижение настроения, потери ощущения радости и пессимистическая оценка происходящих событий. Из-за витаминоза и смены биоритмов весной обостряются хронические заболевания, в том числе и депрессия. По словам врачей, сезонный дефицит жизненной энергии может быть связан с вредными привычками. Врачи напоминают, что употребление алкоголя и психоактивных веществ, а также малоподвижный образ жизни и неправильное питание напрямую влияют на возникновение весенней, или, как ее называют специалисты, астенической депрессии. Это связано, во-первых, с так называемой хронобиологией, изменением светового дня, изменением наших, опять же, определенных веществ, которые регулируются за счет того же светового дня. Разница между «мне немножечко взгрустнулась», как вот котик, вот он смотришь, на него всегда густенько, вот такой весь, да, вот, и тем состоянием, когда надо на это обратить внимание, может быть, сходить к специалисту. То есть, прежде всего, это наше настроение, то есть, ну, мы прекрасно понимаем, что по десятибальной шкале мы обычно себя позиционируем, если у нас все хорошо, 7, 8, 9. Вот, если у нас 5, 6 по настроению, я бы уже задумался, это еще не депрессия, но вот что ниже, там, 5, 4, 3, 2 туда поехало, ну, к нулю ближе, да, то есть, вот здесь вот уже 2, 3, это уже повод, наверное, серьезно задуматься. А еще для депрессии характерны нарушения сна, переедания или полное отсутствие аппетита, чувство тяжести в области солнечного сплетения, умственная заторможенность. При этом депрессия нередко скрыта под маской телесных проявлений. Боль в разных частях тела тоже может указывать на депрессию. Если эти симптомы сохраняются больше двух недель, врачи рекомендуют обратиться к специалисту. Депрессия, ну, наверное, на первичном терапевтическом приеме, не психиатром, это является одной из основных причин обращения, потому что депрессия же не всегда протекает, как депрессия. У кого-то начинает болеть позвоночник, у кого-то появляются странные весенние-осенние головные боли, у кого-то расстройство желудка, у кого-то раздраженный толстый кишечник, у кого-то суставы колени заболели, у кого-то там сон вдруг нарушился циклично, то есть эти люди идут сначала, конечно, не к психиатрам. Причин весенней депрессии много, все они индивидуальные, зависят как от внешних, так и от внутренних факторов. Причем не во всех случаях необходимо именно медикаментозное лечение. В большинстве из них с проблемой может справиться психотерапевт. А чтобы укрепить свой организм и предотвратить развитие депрессии, специалисты рекомендуют отказаться от вредных привычек и включить физическую активность в свой распорядок дня. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Руководитель Рязанского театра «Кукол» стал лауреатом премии в области литературы и искусства. Президент страны Владимир Путин лично наградил Константина Кириллова и поблагодарил за работу. Рязанский областной театр «Кукол» – один из ведущих театров нашей страны. Он неоднократно был отмечен государственными наградами. «Золотая маска», «Орликин», «Премия правительства Российской Федерации за лучшую постановку по произведениям русской классики», «Премия правительства РФ имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства». Этой весной персональной наградой отметили директора Рязанского театра «Кукол» Константина Кириллова. Он стал лауреатом премии президента РФ за вклад в развитие отечественного театрального искусства. В своем благодарственном слове Константин Кириллов подчеркнул, что считает награду заслугой всего коллектива. Сегодняшний репертуар трупа нашего театра как раз таки и демонстрирует то, что артист-кукольник, он универсальный артист. Наши артисты прекрасно двигаются, наши артисты прекрасно поют, играют на всевозможных музыкальных инструментах, работают прекрасно как артисты в живом плане, но и обладают самым волшебным и замечательным качеством среди всех артистов. Они могут оживить неживое. Театр, наверное, это самая живая история, самая энергетически емкая, потому что, еще раз хочу сказать то, с чего я начал, театр это здесь и сейчас. Константин Кириллов служит в театре больше 20 лет. Сейчас с улыбкой вспоминает свое первое знакомство с этим местом. По словам коллег, театр сильно преобразился под его руководством, и этот период можно по праву назвать настоящим рязанским ренессансом. Мы технически среди кукольников лучше всех оснащены, и для театра кукол, где форма имеет большое значение, это важно. У нас значительно обновился репертуар, к нам приезжают лучшие режиссеры, которые ставят и в Москве, и в Питере, и ставили за границами нашего государства. У нас молодая труппа, что тоже очень важно, потому что, все-таки, молодость – это и очарование, и сила, и энергия. И я думаю, что важно также обратить внимание на то, что в последние годы театр заметили на самом высоком уровне. Большую часть денежного вознаграждения Константин Кириллов вложит в искусство. У руководителя есть давняя идея проекта – спектакль под названием «Сказание о Граде Рязанском». Его постановкой займутся уже в следующем году. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». На этом у меня все. Еще больше новостей на сайте город62.тв и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!